Привет! На прошлом занятии мы начали изучать, что такое химия. Сегодня продолжим. Итак, химия — это наука, которая изучает вещества, свойства и их превращение. Все в химии крутится вокруг этих самых веществ. С некоторыми из них, например, с водой, сахаром или деревом, мы знакомы с самого детства. И мир вокруг нас состоит из различных веществ. Когда-то древние греки предположили, что если мы будем делить вещества, то наступит такой момент, когда их невозможно уже будет ни на что другое разделить. И наименьшую делимую частицу они называли атом. Итак, атом — это мельчайшая частица, которую невозможно разделить химическим способом. Например, атом водорода или атом кислорода. В этом случае существует всего 118 различных видов атомов, у которых определенный заряд ядра. Так вот, определенный вид атома называется химический элемент. Всего известно 118 химических элементов на текущий момент, и они собраны в большую таблицу Менделеева. И если атомы и химические элементы — это буквы, если провести аналогию с языком и из букв мы делаем слова, то из химических элементов мы можем составлять более сложные и большие уже соединения, которые будут называться молекулами. Молекула — это наименьшая частица вещества, определяющая его свойства и способная к самостоятельному существованию. Например, молекула воды. Ну, давайте еще подробнее разберемся с молекулами. Вот здесь показаны две молекулы — молекула водорода и молекула воды. Мы видим, что молекула водорода состоит из одинаковых атомов, а молекула воды состоит из разных атомов. Таким образом, мы можем разделить эти два вещества. Так вот, если вещества состоят из одних и тех же атомов, то такие вещества будут называться простыми. А если вещества содержат разные атомы, то такие вещества будут называться сложными. Давайте посмотрим на примеры простых и сложных веществ. Например, к простым веществам будет относиться железо, молекула водорода, углерод или молекула кислорода. К сложным веществам можно отнести воду, молекулу угарного газа, либо молекулу оксида железа, по-другому его еще называют магнитный железняк. Мы видим, что простые вещества состоят из атомов одного химического элемента, сложные вещества состоят из атомов нескольких химических элементов. Физические свойства различных веществ отличаются друг от друга, это позволяет создать уникальную характеристику для каждого вещества. С физическими свойствами вы знакомились в 7 классе на курсе физики. К физическим свойствам можно отнести различные агрегатные состояния, которые характерны для того или иного вещества цвет, блеск, запах, твердость, пластичность, температуру плавления, плотность, а также некие другие характеристики, которые позволяют нам представить, как может выглядеть то или иное вещество. К химическим свойствам относятся способности к тем или иным превращениям веществ. Столовые приборы, линии электропередач, самолет и фейерверк. Что может быть общего между абсолютно такими разными вещами? Это алюминий. Это то вещество, которое связывает все эти предметы. Из алюминия созданы столовые приборы, самолет, основной предмет, основное вещество, из которого создан корпус самолета, это алюминий. Также алюминий — это вещество, из которого создают линии электропередач, но и также алюминий используют для создания фейерверков и бенгальских огней. Все эти вещества невозможно было бы создать, если бы человек не сдал физические и химические свойства этого вещества. Но мир постоянно изменяется, и эти вещества не остаются стабильными постоянно. Они меняются, и изменение того или иного рода будет являться либо физическим, либо химическим явлением. Так вот, к физическим явлениям будут относиться те, в которых будут меняться размеры, форма тела, агрегатное состояние веществ, но будет оставаться неизменных их состав. Например, плавление льда. Будет меняться его агрегатное состояние, но сама химическая формула, само физическое, само химическое формула, само вещество будет оставаться неизменным. Это в любом случае будет вода, просто она изменит свое агрегатное состояние. К химическим свойствам, напротив, относятся те явления, в результате которых будут происходить превращения одних веществ в другие. Например, горение дерева будет являться химическим явлением, поскольку из одного вещества, например, углерода, будет появляться совершенно другое вещество, например, углекислый газ. К признакам химических явлений, то есть те признаки, по которым мы можем понять, что прошло все-таки химическое явление, а не физическое, что что-то у нас изменилось, появилось какое-то новое вещество, относят изменение цвета, изменение запаха, выделение газа, выделение или растворение осадка, а также выделение или поглощение тепла и излучение света. Думаю, что вы с легкостью можете привести примеры из жизни, которые подтверждают те или иные химические явления, с которыми вы сталкиваетесь в повседневности. Ну и что ж, подведем итоги. На сегодняшнем занятии мы узнали, что такое атом, что такое химические элементы, чем эти понятия отличаются друг от друга, из чего состоит молекула и что такое молекула, что такое простое вещество, что такое сложное вещество, а также какие существуют физические и химические явления, которые описывают все эти вещества. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok